Девушки отдыхают Нас вывезли в войске лес Юрского периода. Первым делом мы опунтировались, разделились на три команды геологов, палеонтологов, шахтеров и получили наше задание от Прокопия Романовича. Мы ринулись к раскопкам, пытались найти что-нибудь интересное, шахтеры наткнулись на целое месторождение. Каждую находку мы показывали Прокопию Романовичу, а он рассказывал, что камни обрели такой вид в процессе кристаллизации, также повлияли температурные перепады. Сегодня мы искали камень, и я нашла камень. Его называют кожей динозавра, потому что это геологическое образование, похожее на кожу динозавра. Геологи еще не выяснили, почему оно таким стало, но оно красивое. Мы нашли очень много окаменелого дерева. Вот. Сейчас мы хотим вытащить этот большой кусок. Это команда шахтеров, название останется, потому что они выкопали три маленьких шахты, и оттуда выкапывали вот такие камнилые куски деревьев юрского периода. Это называется пластина, это нож, ножик. В него делали древние люди каменного века, делали ножи. Ножи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После обеда мы занялись археологией. Искали пластины, керамику, вентик с рисунком и отщепы. Кескиль и на этот раз отличился. Я нашел отщепы и керамику с рисунком раннего железного века. А также белую нефритовую бусинку. Нефритовую бусинку Прокопий Романович обозначил находкой века. Вот так удача! А завтра мы отправимся на пеший поход в сторону Старой Табаги. Будем знакомиться с тропой настоящих археологов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...